В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Все болезни от нервов. Детский невролог Светлана Архангельская рассказала о своей работе. Проверь себя. Стартовал всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Особый праздник. Саровской хоровой капелли мальчиков 20 лет. Далее расскажем обо всем подробно. В начале декабря в мире отмечают День невролога. Работа этих специалистов направлена на профилактику и лечение заболеваний центральной и периферической нервной системы человека. Об особенностях своей деятельности нашей съемочной группе рассказала детский невролог Светлана Архангельская. Светлана Архангельская пришла в неврологию из педиатрии. Работая участковым, она заметила, как много у детей различных неврологических нарушений. У малышей чаще всего встречаются перинатальные поражения, повышенный тонус, нарушение сна. У пациентов постарше чаще бывают эмоциональные перегрузки, тревожность из-за сада или школы, плаксивость. Школьники уже приходят с головными болями и жалобами на нагрузки, с которыми тяжело справляться. Тики, заикания, все зависит от эмоционального настроя ребенка. Заикания где-то с трех лет, когда начинается активное речевое развитие. Ну а тики уже более старше, пять-шесть лет, и школьники идут. Реже неврологу приходится иметь дело с тяжелыми заболеваниями, рассеянным склерозом, различными опухолями и другими. Также к Светлане Вадимовне приходят из ДЦП. В среднем в год такой диагноз ставят двум-трем детям. Встречаются в ее практике случаи, которыми должен заниматься психиатр. Но зачастую родители боятся к нему обращаться. Считают, что это клеймо на всю жизнь, хотя это совершенно не так. Аутизм – это заболевание чисто психиатрическое. Нарушение поведения, по идее, это тоже надо идти к психиатру, чтобы психиатр помогал. Депрессивные состояния бывают, это уже в более старшем возрасте у подростков. Чтобы не загнать депрессию глубоко, чтобы не появились мысли о суицидах, это, конечно, должны быть консультации психиатра обязательно. Расстройств аутистического спектра с каждым годом становится все больше. При этом количество пациентов с неврологическими нарушениями держится примерно на одном уровне. И, несмотря на это, работы неврологу хватает. Кому-то из детей достаточно однократно пройти курс лечения, чтобы избавиться от тиков или заикания. А кому-то необходимо посещать невролога 3-4 раза в год. Особенно загружены осень и весна. В это время происходят рецидивы. Если есть проблемы с речью, чаще всего идут потом проблемы и с чтением, и с письмом. А это как раз дисграфия и дислексия. Но здесь не только наша медикаментозная помощь нужна. Здесь нужна помощь психологов, здесь нужна помощь педагогов. И в первую очередь нужна помощь родителей. Потому что родители, в первую очередь, должны заниматься с ребенком, помогать ему. И если родители будут шуметь, кричать на него, они ничем не исправят это все. Поведение родителей накладывает сильный отпечаток на развитие ребенка. Здоровый образ жизни во время беременности, спокойная и благожелательная атмосфера, отсутствие гиперопеки. Эти факторы могут снизить вероятность возникновения неврологических нарушений у ребенка. Действие ипотечной программы под 7% на квартиры в новостройках в России завершится 31 декабря. Чтобы воспользоваться льготой, осталось совсем немного времени. Программа работает и в Сарове, и пока еще дает возможность приобрести жильевую ипотеку со ставкой 3,4%. Смысла в продлении льготной ипотеки нет, заявили в Минфине. И решили отменить ипотечную программу под 7% на квартиры в новостройках уже 31 декабря. Напомним, программу запустили в 2020 году как поддержку первичного рынка жилья в условиях ковидных ограничений. Изначально она была рассчитана на несколько месяцев, но власти ее неоднократно продлевали. В Сарове в рамках этой льготы пока еще есть возможность приобрести жилье в ипотеку со ставкой 3,4%. До конца декабря будет действовать специальное предложение от компании «Саровинвест» на приобретение квартир и тонхаусов по льготной ставке. Данная ставка распространяется на весь срок кредитования. Ежемесячный платеж благодаря этой ставке будет от 21 тысячи рублей. Всего в России за время действия программы льготной ипотеки под 7% выдано более 700 тысяч кредитов на сумму свыше 2 триллионов рублей. Программа работает лишь до Нового года. Если ипотечные ставки на новостройки сравняются со ставками на вторичное жилье, то значительно вырастет ежемесячный платеж. Так что откладывать с покупкой жилья больше не стоит. Основными банками-партнерами у нас являются Банк ВТБ и Сбербанк. При сумме кредита до 6 миллионов рублей вам потребуется для оформления самого кредита только два документа. Можно сказать точно, что при росте ставок значительно будет и увеличиваться сумма ежемесячного платежа. Подробно по льготной ипотеке вас проконсультируют в офисе продаж компании «Саровинвест». Торговый центр «Атом», пятый этаж, телефон 59917. Завод по обработке отходов построят в Арзамасском районе Нижегородской области. Стоимость создания объекта около 3 миллиардов рублей. Полигон СТКО будет включать в себя мусоросортировочный комплекс. Создание полигона позволит перевыполнить план по нацпроекту экологии в части достижения доли утилизации выше 50% и снижения доли захоронения до уровня менее 50%. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Осторожно, гололед! На территории области 8 и 10 декабря сохранятся сложные гололедно-изморозевые отложения, сообщают синоптики. Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом проводов линии электропередач. Граждан просят соблюдать правила предосторожности. Нельзя перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин, так как в условиях гололеда их тормозной путь увеличивается. Два за четыре выходных дня подряд добавят родителям детей-инвалидов. Такой закон одобрил Совет Федерации. Право на получение выходных имеет один из родителей – опекун, попечитель. При этом даты необходимо согласовывать с работодателем. По действующей норме допускается брать только четыре выходных ежемесячно. Стартовал Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. В этом году в зачет включены отдельные вопросы для учеников младших классов. Из них школьники могут узнать, как формируется семейный бюджет, как разумно делать покупки в магазине и многое другое. Подробнее о зачете расскажем далее. Хорошо ли вы ориентируетесь в финансовых вопросах? Легко ли сможете защититься от мошенников и сберечь личную информацию в интернете? Проверить себя саровчанам предлагает Банк России. Совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов с первого декабря он проводит онлайн-зачет по финансовой грамотности. В самом зачете есть два уровня сложности. Базовый – для тех, кто только начинает разбираться в финансовых вопросах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового поведения. Продвинутый – для тех, у кого есть опыт использования разных финансовых продуктов и услуг и готов к сложным вопросам. Онлайн-зачет проводится уже пятый раз. И каждый год он содержит финансовые темы, интересная аудитория, либо вызывающие у людей наибольшие сложности. Всякий раз мы добавляем в зачет что-то новое. И в этом году в него включены задания для младших школьников. Вопросы помогут узнать, как формируется семейный бюджет, как разумно делать покупки в магазине, ну и многое другое. Помимо личного зачета в этом году можно пройти и семейный зачет. Личный зачет займет не более получаса. А на то, чтобы пройти тест всей семьей, потребуется около часа. Количество попыток не ограничено. Успешно сдавшим зачет выдадут именной сертификат. Все участники получат анализ результатов с рекомендацией по изучению дополнительных материалов, которые помогут устранить пробелы в знаниях. Подробности можно найти на сайте проекта финзачет.ру. На базе Дворца детского творчества прошел муниципальный этап акции «Мой город, здесь начинается Россия» в рамках проекта «Школа Росатома». Участниками стали школьники города и воспитанники учреждений дополнительного образования. От Сарова заявились 33 команды. Девочка в мордовском национальном костюме рядом с мальчиком в военной форме. Образ Саровского монастыря и ученых-ядерщиков. Такие варианты знаков, характеризующих самобытность Сарова, представили участники акции «Мой город, здесь начинается Россия». На базе Дворца детского творчества прошел муниципальный этап акции в рамках проекта «Школа Росатома». Конкурс на лучший знак города впервые прошел в Сарове. Участниками стали школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования. От Сарова заявились 33 команды. Это самое большое количество среди всех городов-участников. Все из нас с вами практически родились в Сарове. И, конечно, это наши с вами колыбель. Это тот город, будущее которого определять будете именно вы. Уже буквально через 10-15 лет именно от вас будет зависеть, каким будет наш город. И то, что сегодня вы делаете первый вклад, первый шаг в это направление, это просто прекрасно. Какие образы нашего города олицетворяют Россию для подрастающего поколения саровчан? Об этом поразмышляли участники акции. Каждая команда создала свой уникальный эскиз знака, в котором соединились наиболее значимые и отличительные образы Сарова. Всего за три минуты ребятам предстояло объяснить свой эскиз и обосновать, почему этот знак можно установить как городской объект. На изображениях эскизов часто встречались образы медведя, оленя, бомбы РДС-1, атома, колокольни и преподобного Серафима Саровского. На суд экспертной комиссии представили знаки и с совершенно неожиданными символами города. Были, конечно, очень окинальные, свежие идеи, как то само славянный историк России впервые, как то эту идею увидела в таком представлении. Да, и то, что Саров – это центр детского коммерческого движения, тоже такая идея звучала очень неожиданно, да, как идея, которая должна практиковать особенно Сарова. Ребята рассказывали не просто о смысле образов своего знака, но и обращали внимание на цветовую символику. Некоторые команды подошли к представлению работы креативно и включили в свое выступление чтение стихотворения, мини-сценки или музыкальную композицию. По итогам муниципального этапа акции «Мой город, здесь начинается Россия» победила команда школы номер пять. Кроме того, были отмечены еще несколько команд за лучшую идею, отличное обоснование и качественную прорисовку эскиза знака. Торжественная церемония вручения сертификатов и дипломов состоится после 20 декабря. Теперь работу команды пятой школы оценит экспертная комиссия проекта «Школа Росатома», которая определит победителей по номинациям. Лидеры акции будут защищать честь своих городов на финале в Москве в конце декабря. Саровская хоровая капелла мальчиков начала свою работу в 2002 году в здании бывшего кафе. На протяжении 20 лет капелла развивалась и набирала все новых любителей хоровой музыки. Свой юбилей капелла мальчиков отметят праздничным концертом. В хоровой капелле мальчиков три хоровых коллектива. Младшие – колокольчик, постаршие – юнги и самые взрослые – бригантина. Названия хоров не случайно связаны с морской тематикой, а учебные классы не просто так украшены картинами кораблей и андреевским флагом. Одна из отличительных особенностей капеллы – шефство саровских моряков-подводников. Очень к нам трепетно относятся, и мы их тоже очень любим. У нас тут картинки, если вы заметили, с кораблями и так далее. У нас проходят совместные мероприятия, рождественские встречи с моряками. Потом обязательно отмечаем день подводника 19 марта практически каждый год. В начале 2000-х в здании на улице Сосина, которая похожа на замок, располагалась кафе с игровыми автоматами. По инициативе Татьяны Левкиной, заведующей отделом культуры, с 2002 года в этом месте решили создать хоровую капеллу. Чтобы набрать первый состав мальчиков, художественный руководитель музыкальной школы ходила по образовательным учреждениям и отбирала ребят. Преподаватель Валентина Царева работает в капелле с самого ее основания, поэтому она видела своими глазами, как капелла рождалась и развивалась. Стараемся, чтобы мальчики наши становились лучше и лучше, под влиянием прекрасной музыки, которую они исполняют, и при общении с прекрасными людьми, которые работают у нас в капелле. В общем, я не буду перечислять всех, но у нас действительно просто очень хороший коллектив, который мы вот уже как бы давно создали и бережно сохраняем. В капелле юные вокалисты исполняют самый разный репертуар, но упор все-таки делают на патриотические композиции. Многие ребята параллельно с вокалом осваивают и музыкальные инструменты. Выпускники капеллы поступают в музыкальные колледжи и институты культуры. В составе хоровых коллективов выступают на сценах столичных консерваторий. Учащиеся отмечают, что в капелле сформировалась своя особенная душевная атмосфера, в которую хочется возвращаться. Поэтому многие мальчики поют здесь даже после окончания основного обучения. Сейчас я уже два года хожу, сугубо, так сказать, по собственному желанию. Но, в общем-то, это место уже стало каким-то, можно сказать, культовым для меня. Я сюда прихожу, чтобы получить какое-то удовольствие от пения. Плюс ко всему я еще помогаю коллективу. Во втором классе я уже пришел в эту капеллу и до сих пор здесь занимаюсь, учусь. Мне нравится петь, но это потому что душевное занятие. Я нашел в этой капелле своих друзей. Хоровая капелла мальчиков участвует в областных и всероссийских конкурсах. Выступает на местной и областной сценах. Последний успех коллектива «Бригантина» – хоровой фестиваль духовной музыки «От сердца к сердцу», который прошел в драматическом театре. А свой 20-летний юбилей капелла мальчиков отметит концертом «Мы, капелланы», который пройдет 9 декабря в 18 часов в концертном зале детской музыкальной школы имени Балакирева в рамках фестиваля «Балакиревские вечера». И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Все вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА